Ну, у РНК, кроме РИБОЗа, мы говорили, что у неё особенность — это РИБОЗа, да. Неужели у неё ничего больше нету, никаких особенностей? РИБОЗа в ней есть, в отличие от ДНК. Ещё какие отличия от ДНК? РНК, ДНК. Вместо тиминого рациона. Вместо тиминого рациона. И последнее. РНК — это одна цепь, скажем так, а ДНК — это всё-таки две цепи. Ну, теперь, как вы считаете, как РНК образуется? На ДНК. Все виды, потому что есть транспортная, информационная и РНК. Все виды РНК на ДНК создаются, Тимурка? Тимур, образованные. Только информационные, да. А вот эти тогда как создаются? Т, Р, РНК. Кстати, из них Р преобладает. 80% РНК — это Р. РНК оказалось в клетке, которая в состав рибосом входит. Закручится вместе с белками и входит в состав рибосом. А вы знаете, да, все виды РНК на основе ДНК. Вите, я ДНК нарисовал. И видите, стрелки стоят из ДНК. Все виды РНК, имейте в виду, на основе ДНК создаются. Это для задач очень важно. Ученики там что только не начинают мудрить в задачах. Вообще, господа, если вам дали задачу и дали ДНК какую-то, и просят создать, вот дали ДНК, просят создать, создайте транспортную РНК, вы смело на основе ДНК задачи можете, но это мы будем еще раз делать. Я так пока чуть-чуть не говорю. На основе ДНК вы смело можете транспортную создать. Или вы смело на ДНК можете рибосомальную сразу создать. Потому что есть такие специальные ДНК, которые являются мамочками для транспортных, матрицами для транспортных. А другие какие-то ДНК являются основами для рибосомальных, а третьи будут основой для информационной. Не одна и та же прям ДНК, естественно, а какие-то разные. ДНК у нас много. У нас знаете, сколько молекул ДНК в клетке бывает там? Вообще, кстати говоря, там фиксированное количество у каждого вида молекул ДНК. У вас даже в ЕГЭ могут спросить, сколько молекул ДНК в клетке человека в какой-то момент. Там, правда, вопрос, в какой момент жизни клетки. Это мы будем через одно занятие. Вообще, хочу вам сказать, что всё, начинаются очень серьёзные темы. Не пропускайте, ходите, всё учите. Общая биология 70% ЕГЭ. То, что мы до этого изучали, до Нового года, это 30%. Но это тоже, если 30% вы не сдадите, всё, вы проваливаете. А общая больше. Поэтому эта половина года более сложна. С точки зрения, поэтому я и оставляю это ближе к ЕГЭ, как бы более серьёзные темы. Особенно сложна вот сейчас цитология, я считаю, самая сложная. И генетика. Эволюция как бы там тоже, но цитология и генетика – это самое сложное, я считаю. Даже генетика не настолько сложна, как цитология. Хотя генетика, там что-то, если ты задачу глубоко не понимаешь, ты тоже, это тоже очень всё сложно, значит, ученик теорию не понимает. Что-то в теории не понимает. Так, ну ладно. Что здесь мы ещё должны были сказать? Да, ДНК у нас только в ядре находится, если ядро есть у клетки. Если оно не растворилось, то оно только всегда в ядре. Но знаете, когда ядро есть, это когда клетка не делится. Вот в неделяющейся клетке, которая готовится к делению, у неё всегда есть ядро. Потому что если клетка начала делиться, вот у неё начался митос и миоз, у неё уже ядро исчезает. Потому что ядро будет мешать делению, поэтому имейте в виду. И если клетка делится, у неё точно ядра уже нет. Да, как бы в делящейся клетке оно будет мешать, оно должно уже раствориться. Вот. ДНК бывает и кольцевая, и линейная. Кольцевая — это в митохондриях, в хлоропластах, и в бактериях тоже внутри. Вот. Но у вирусов бывает ДНК кольцевая даже с одной цепью только. Сейчас я подумаю. А, нет. У вирусов бывает ДНК, линейная ДНК, одноцепочечная. А если ДНК кольцевая где-нибудь, например, митохондриях, хлоропластах, и в бактериях, то она всегда две цепи имеет. Это только у вирусов экзотика. То есть кольцевые всегда двухцепочные, а вот у вирусов экзотика бывает. У них бывает линейная ДНК, но она не имеет второй половинки. То есть прям одна. Одна цепь. Больше того, у вирусов там бывает такая странность. У них РНК не одна, а две. Две, так сказать, РНК бывают внутри генома у вирусов. То есть вирусы, конечно, очень специфичные. Так, ну всё, по поводу ДНК сказал, из ядра она не выходит. А вот РНК выходит из ядра. Все виды вот этих РНК, во-первых, все виды РНК в ядре синтезироваться будут. Это точно, на ДНК. И будут все выходить, прям вот все. Транспортная точно, потому что транспортная будет в стоплазме переносительное. Аминописклоты будут переносительные. Транспортная, кстати, тут у неё вот одна цепочка идёт. И рядом тут же может быть вторая. И она формирует вот такой вот, как листок ливера. И между двумя цепями тут ещё и водородные связи формируются. То есть имейте в виду, РНК это не только в виде одной цепи. Тут могут, в транспортной они могут переплетаться. В виде одной цепи это у нас И, да, но это точно не транспортная. А вот ЭР это вообще закручено всё. Вместе с белками РРНК образует рибосома. Да, и входит в состав рибосома. Которая синтезируется, кстати, ядрышком, расположенном в ядре. То есть ядрышко, вот эти все структуры синтезируют рибосомы. Так, что тут ещё интересного можно сказать? Ну, по-моему, я думаю, что... Ещё, конечно, выделяют вирус на РНК отдельно. Потому что вирусов есть, конечно, бывает и ДНК, но бывает и РНК. А как официально в качестве носителя генетической информации есть вирусы, которые РНК, только вообще ДНК не имеют. Вот, например, есть вирусы, которые... Вирус ВИЧ, приобретённого иммунодефицита человека. Вот у него именно прям две РНК. У него вообще ДНК нет. Но он, когда настраивается в человека, в наш лимфоцит... А ведь в лимфоците там же ДНК. Как он будет? Если у него РНК, как он будет в нашу лимфоцит встраиваться, если у лимфоцита ДНК? У него специальный механизм выработан, у вируса. Когда две свои РНК, он... Он, вернее, свои две РНК сначала переводит одну цепь РНК на ДНК. У него есть специальный фермент для этого. Он называется обратная транскриптаза. То есть образует одну цепь ДНК. А потом на этой цепи ДНК вторую цепь ДНК создаёт вирус. То есть он на основе своей РНК способен после проникновения в клетку хозяина создавать ДНК так же, как у хозяина. И вот когда он свои ДНК здесь создаст, потом он будет встраивать их в хозяина. То есть РНК он никак не строит. Кстати, такие вирусы называются ещё ретровирусами. Ретро — это те, которые РНК имеют внутри. Не так много их, но они есть.